На одном из обращений, я помню, по доброделу, стоял вопрос мостика. Одни жители микрорайона были за то, что поубрали, а ЖК «Малина» исходила из-за того, что это единственное было место. И хочу здесь тоже всех поблагодарить. Вы знаете, у нас была большая встреча со всеми жителями. И мы договорились о том, что эти мостики или все это передвижение, все эти условия, они лишь связаны с тем, что была необходимость детишкам ходить в детский сад, который был единственным у нас в ЖК «Красногорском» и пока остается. Но очень важно нам было понять по результатам этой встречи, какие еще проблемы есть на этих территориях. И, слава Богу, не просто лед тронулся, а у нас уже есть и результат. И отдельно хочу поблагодарить и систему здраво, Елена Николаевна, и вас, потому что я помню, как все вместе включились, и коллег, и мы открыли два места. И в ЖК «Красногорском», и в ЖК «Малина», кабинета врача общей практики. То есть система здравоохранения пришла и в это микрорайон. До этого ее там не было вообще. Параллельно мы также включились и в ЖК «Малина», в Негодяево отсудили. Земельный участок в свое время, находящийся в проекте планировки территории, предусмотрен под детский садик на 200 мест. Слава Богу, нам это удалось. И более того, также с компанией «Гранель» есть понимание, что мы планируем, я думаю, до конца 2024 года в этих рубежах, но уже выйти на строительство детского садика. Плюс, мне кажется, еще важнее, мы в ЖК «Красногорском» начали строить большой образовательный комплекс. У нас 900 мест школьных, 150 дошкольных. Это сверхбольшая школа, она идет, вы сами видите, большими темпами, высокая строительная готовность. И хочу поблагодарить жителей за понимание. Понятно, что есть и шумная работа, и они говорят, что ради такого объекта мы готовы терпеть. И вот последний объезд, который мы делали, еще раз хочу поблагодарить наших дорогих жителей.